Юбилейная неделя воды прошла в городе с 16 по 21 марта и привлекла рекордное количество участников. Около полутора тысячи горожан, детей в возрасте от 3 до 17 лет, их родителей и педагогов. Одним из самых ярких событий водной семидневки стало новшество – конкурс опытов «Магия воды». В роли юных химиков выступали воспитанники детских садов, школьники начальных и средних классов и, конечно же, старшеклассники. Опытным путем юные химики продемонстрировали необычные свойства воды, как физические, так и химические, используя свои знания и актерские способности. Вы молодцы! Столько креатива, столько возможностей своих профессиональных операторских, режиссерских, способностей сценаристов вы показали. Мы благодарим вас от всей души за прекрасные ваши работы, за прекрасные ролики, которые действительно стали украшением этого конкурса. Начинающие ученые сняли 35 видеороликов с экспериментами, лучшие из которых жюри отобрало для шоу-опытов в Центральной библиотеке имени Юрия Гагарина. При помощи воды ребята делали невидимые чернила, шипучку и декорации для пенной вечеринки. Юные естествоиспытатели ловили радугу, получали непромокаемую бумагу и неньютоновскую жидкость, по которой можно даже ходить. Малыши из детсада «Березка» доставали из воды сухие монетки. Большое количество гостей пришло и посмотреть на это шоу. Поэтому все ребята очень волновались, но это не помешало им выступить достойно. В том, где мы сделали все красивее, мы поставили ее на лампу. По итогам конкурса жюри единогласно решило, что все дети, участвовавшие в шоу, победители, и все они достойны награды. Финалисты получили изданные на средства «Росгидроальмонаха. Хочу все знать» и игры по гидроэнергетике. А приз зрительских симпатий по итогам голосования за ролики в интернете получил пятиклассник Сергей Торбаев за креативный образ безумного профессора и опыт с талой водой. Завершила неделю воды стафета в бассейне спортивного комплекса. Чебоксарская ГЭС и школа Олимпийского резерва номер 3 организовали городской заплыв «Папа, мама, я – спортивная семья». Гидроэнергетики состязались с другими горожанами. Всем участникам мероприятия в честь Дня воды Чебоксарская ГЭС вручила памятные сувениры, а победители творческих и спортивных состязаний получили в награду красочные энциклопедии, художественные фотоальбомы по искусству и плавательное снаряжение. Елена Фирсова, Павел Андреев, Новости, Новочебоксарска.